Привет друзья, добро пожаловать на мой канал, где я сегодня буду рассказывать о 10 прикольных стратегиях на ПК, которые помогут вам покорить виртуальные миры. Будем исследовать различные тактики, строить империи, сражаться с врагами и достигать великих побед. И перед тем как начну, напомню, что по ссылкам в описании вы найдете магазины, в которых игры с доступными ценами и моментальной доставкой. Ну а теперь давайте начинать. Settlement Survival это увлекательная игра, разработанная в жанре городской стратегии, в которой мы должны выжить и преодолеть множество испытаний. Возьмите на себя роль главного героя, который возглавит группу выживших и отправится с ними на поиски нового дома. Приступайте к работе, исследуйте местность вокруг себя, начните добывать ценные ресурсы, а затем приступайте к строительству поселения, чтобы в будущем превратить его в безопасный, процветающий и многофункциональный город. Ходите на охоту, выращивайте урожай, оснащайте свой арсенал необходимым оружием и средствами защиты и постоянно совершенствуйте свои навыки, чтобы противостоять новым испытаниям. На ваших плечах лежат судьбы многих людей, поэтому ваше дело должно быть рассмотрено с большим мастерством. Что касается графики, то она хорошо продумана и создает атмосферу, которая погружает каждого игрока в этот градостроительный мирок. The Wandering Village Учитывая ограниченное пространство на спине Онбу, игрокам придется строить и расширять город. Местные жители будут нуждаться в пище и других ресурсах, поэтому об этом тоже нужно позаботиться. Онбу будет продолжать путешествовать по зараженному миру, поэтому игроку нужно будет следить за его здоровьем. Попадание в тактичную среду вредно как для животных, так и для деревни. Найдите способ существования, процветания и станьте лидером, помогающим людям выжить в этом непростом мире. United Pengu Kingdom приглашает вас отправиться в увлекательное градостроительное приключение. Начинайте со строительства скромного поселения пингвинов, обеспечив своих пернатых обитателей достаточным количеством еды, уютными домами и элегантностью. Удиволитуйте их желание, приложив более изысканные блюда, стильные украшения и развлекательные центры, от катков до музеев. Не забудьте о высокотехнологичных холодильниках и роскошных жилищах, но берегитесь, ведь в воде прячутся опасности. Постройте прочные защитные башни, чтобы отбиваться от голодных китов-убиц и озорных тюленей, которые охотятся за вашими продовольственными запасами. Помимо основных потребностей, приоритетом для пингвинов являются их счастье и образование. Развлекайте их катанием на коньках, фильмами, видеоиграми и даже бойцовскими клубами. Зажигайте их духовную сторону с помощью святынь и колодцев желаний. Школы, гимназии и библиотеки обеспечат всестороннее развитие. Помните, что процветающая экономика поддерживает ваше королевство на плаву. Распоряжайтесь своим золотом с умом, ищите эффективные способы заработать больше. Обменивайте редкие ресурсы, продавайте товары и наблюдайте за процветанием своего поселения. Став королем, вы откроете доступ к непрерывной торговле на оживленных базарах. Сделайте своих пингвинов счастливыми, выполняйте требования королевства и увидите, как преображается ваше поселение. Стройте, исследуйте, защищайте и ведите своих пингвинов к процветанию и радости. Captain of Industry – это стратегическая игра-симулятор, позволяющая вам возглавить крупную промышленную сеть. Первым делом мы отправляемся на большой, давно заброшенный остров, который является подходящим местом для дальнейшего строительства. Исследуйте местность, начните добывать необходимые ресурсы и приступайте к строительству крупных корпораций будущего. Сюжетная линия повествует о том, что мир находится на грани полного уничтожения, и только у вас есть последняя надежда его спасти. Впереди главного героя ждут испытания, препятствия и опасности, которые он должен преодолеть, если правильно выстроить стратегический план. Для этого у игрока есть множество возможностей. Сама же игра максимально увлекательна, так что скучать не придется. Преодолевайте все препятствия, выполняйте миссии и спасите мир от полного хаоса. Egan the Storm – это симулятор стратегии с элементами жанра Rogrig, где нам предстоит построить и расширить собственный город. События отправляют нас в необычный мир, где постоянно идет дождь, особенность, которую необходимо учитывать при строительстве городов. Давным-давно на нашей планете существовала забытая цивилизация, которая оставила после себя много интересных и необычных вещей. Продолжайте исследовать окружающие локации, изучать руины и добывать необходимые ресурсы, которые пригодятся для успешного завершения вашей миссии. По мере прохождения игры старайтесь постоянно развивать свои навыки и не забывайте думать наперед, чтобы избежать ошибок. Создавайте здания, расширяйте пространство и адаптируйтесь к окружающей среде, чтобы создать жилое пространство, которое будет процветающим, универсальным, безопасным и, прежде всего, комфортным. Pines of Pagonia – игра, в которой много внимания уделено исследованиям. Жанр подходит тем, кто любит брать на себя роль помощника и спасать общество. Игроку предстоит стать провидцем, который должен заслужить доверие людей, помогая им. Это необходимо, чтобы затем он смог заключать различные выгодные союзы. Для того, чтобы начать исследование, потребуется отправить первопроходцев на поиски нетронутой земли. Также следует одновременно с этим находить различные ресурсы, исследовать разнообразные секретные места, которые находятся на локации. Все это поможет в развитии и совершенствовании. Также нельзя забывать о том, что нужно развивать собственный творческий потенциал. Он пригодится для того, чтобы построить дорожную сеть и создать мощную экономику. Для этих целей потребуется строить разнообразные здания, выбирая подходящие варианты из множества представленных типов в игре. Также большое внимание уделено и системе сражений. Защищаться потребуется от животных, разбойников и мистических существ. Игра никогда не повторяется, так как карты изменяются, поэтому новые задачи и цели будут представляться игроку при каждом посещении этого загадочного, но очень интересного мира. Ново Рома. Захватывающий и необычный градостроительный симулятор, где перед игроком становится необычная задача, так как никогда Великая Могущественная Римская Империя к моменту начала событий в игре уже пришла в выпадок. Новому правителю предстоит сначала привести группу горожан на новые земли, а затем построить новый Рим. На первых этапах игроку предстоит начать развитие со скромной по размерам деревеньки. Особенностью является тот факт, что в процессе развития своего поселения игроку потребуется еще и завоевывать расположение высших сил, для чего необходимо совершать ритуалы, чтобы задобрить божественные силы. Для этой же цели предстоит возводить величинные храмы, которые станут дополнительными элементами, украшающими город. Дополнительно потребуется удовлетворять растущие потребности населения, потребуется внимательно следить за ресурсами, чтобы гарантированно обеспечить им счастье и безопасность. Необходимо найти баланс между гневом богов и природой, чтобы превратить город в процветающий мегаполис, способный выдержать любое испытание, в том числе и те, которые готовят вам время. Mythos Build and Survive Стратегическая игра с элементами симулятора, основанная на славянской мифологии. Как и во всех классических РТС играх, предстоит развивать свое поселение. Займитесь экономическими вопросами, собирайте армии и исследуйте карту. Найдите спрятанные сокровища, охраняемые мифическими существами. Исследуйте леса, долины, поля и множество других живописных мест. Не все монстры отличаются свирепостью. Некоторым достаточно подношения, чтобы заполучить их в качестве союзников. Когда рабочие прибывают в город, дайте им жилье и угостите хорошим ужином. Имея крышу над головой, они охотно займутся постройками новых зданий и сделают все для процветания города. Не допускайте того, чтобы жители были чем-то неудовлетворены, поскольку они могут покинуть поселение. Создавайте оружие, чтобы противостоять монстрам и вражеским племенам. Особую опасность представляют могущественные викинги и демоны из неизвестных земель. Визуальная составляющая игры выполнена в лоу-поле стилистике, полностью пропитана славянским духом и черпает вдохновение в восточноевропейском фольклоре. Long Glory To Go – это космическое приключение, где придется немного позабыть о покорении новых миров. Здесь нужно выживать. А выживание зависит от того, как уцепиться за осколок скалы среди неумолимого потока слизи. Вы играете за капитана, последнюю надежду человечества, которому поручено основать хрупкую колонию во враждебном чужом мире. Ваши враги – не империи, не роботы с лазерами, а вездесущая слизь, разумная, меняющая форму угроза, которая сочится, капает и ползет к вашей колонии со всех сторон. Старительство форпоста – это отчаянная борьба за ресурсы. Каждый дюйм природного для жизни пространства должен быть вырезан из инопланетной местности. Каждая единица воды и энергии должна быть выжата из неумолимой окружающей среды. Часы неумолимо тикают, каждый миг приближает все больше гоу к вашему мерцающему огоньку цивилизации. Но среди паники есть и цель. Вы командуете растущей группой специалистов, открывая новые боевые единицы с помощью исследований и приспосабливаясь к постоянно меняющейся тактике гоу. Вы расширяетесь, захватывая ценные ресурсы и раскрывая секреты предыдущих обреченных на гибель экспедиции. Каждый клочок знаний, каждая унция металла, каждый проблеск союзов с местной жизнью планеты – это отчаянная попытка выжить. Но настоящая борьба происходит наверху. Ваш корабль-колония, привязанный к планете – это ваш спасательный круг. Каждый кусочек спасенного материала должен быть отправлен обратно в космос, чтобы финансировать строительство жизненно важных модулей, фабрик для производства оружия, лаборатории для открытия новых технологий и арсенала для содержания наступающей волны. Влом горе ту гоу – это не история о славе, это история о борьбе за существование вопреки всему. История отчаяния и стойкости перед лицом неостановимого врага. Night is Coming – симулятор выживания в ужасных условиях, созданный природой и погодой на территории Карпатских гор. Карта, доступная игроку, охватывает и наиболее мрачные горные массивы, и спокойное подножье. Целями геймера становятся не только выживание, но и постройка лагеря в реальном времени, расширение владений и исследование ближележащих локаций для поиска ценных вещей. Вселенная игры, вдохновленная мифологией славян и мистическими легендами, раскрываемыми местными жителями. Под руководством игрока оказывается не один персонаж, а каждый член общества, проживающий в маленькой горной деревушке. Все те, кто имеется в распоряжении, выполняют различные задачи и функции для блага каждого. Важным аспектом развития является улучшение снаряжения, с помощью которого нужно отбиваться от чудищ и прочей нежити, проживающих в Карпатских лесах. Постоянная защита собственных территорий производится в надежде на то, что монстры когда-нибудь переведутся, и рощи снова очистятся от тьмы, нависшие над некогда красивой землей. Каждый член общества обладает собственными запросами, характеристиками, способностями, потребностями, что проявляется индивидуальностью в толпе. Для функционирования лагеря геймеру необходимо предоставить удобства, обязательные для комфортной жизни, наладить поставки того или иного ресурса. Постоянный цикл смены времен года, а также дня и ночи влияет на игровой процесс. С каждым новым приходом зимы армии врага увеличиваются и представляют больше угрозы территориям, где проживают мирные жители. Поэтому будьте готовы защищаться. Ну вот мы и подошли к завершению моего видео о 10 стратегиях на ПК. Надеюсь, что вы нашли много полезной информации и вдохновения для своих игровых сессий. Не забывайте, что стратегия это не только о победе, но и о наслаждении процессом. Играйте с умом, бросайте себе вызовы и не бойтесь экспериментировать. До новых встреч и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok